Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Все-таки откроют. Более 800 учеников сядут за парты в Урнарской школе номер один. Почти тысячи дольщиков. В столице Чувашии прошла встреча застройщика микрорайонов Кувшинка и Гагарин с будущими жильцами. В масках и перчатках в Чебоксарах проверили торговые центры на соблюдение ограничительных мер. Непростая эпидемиологическая обстановка увеличила количество рейдов по соблюдению ограничительных мер. Сегодня в Чебоксарах проверяли торговые центры. Для крупных магазинов есть определенные правила и рекомендации. Необходимо измерять температуру сотрудников не реже двух раз в день. Организовывать на входе специальные места для обработки рук с использованием антисептиков и дезинфицирующих салфеток. Сами торговые залы должны проветриваться и обрабатываться не менее четырех раз в день. Особое внимание уделяется соблюдению масочного режима. Для того, чтобы обезопасить себя и окружающих от распространения коронавирусной инфекции, необходимо носить маску на лице, а не в кармане. Это шутка. А если всерьез, то риск заразиться вполне реальный. Поэтому по-прежнему важно соблюдать социальное дистанцирование в полтора метра, обращать внимание на специальные разметки. Мобильные группы проверяют все. У нас во всех органах местного самоуправления при всех администрациях были созданы мобильные группы. Они каждый день у нас объезжали все объекты потребительского рынка и проверяли на соблюдение. При первом факте нарушения, конечно, выносится в основном предупреждение, но во второй раз уже обязательно привлекаются к штрафам, к административной ответственности. Штрафы начинаются от тысячи и могут достигать 500 тысяч рублей. Такие деньги никто терять не хочет. Мы без масок вообще никого не обслуживаем. Стараемся на человека пять квадратов только выделить. Кто без масок, обычно всегда предоставляем бесплатные маски у нас. Антисептики постоянно перед входом. Конечно, в торговых залах встречались покупатели без масок. Нарушителям были сделаны устные предупреждения. Организаторы рейда надеются, что все же понимание опасности у горожан появится, и они вернутся к соблюдению ограничительных мер. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Первичное звено здравоохранения. В деревне Новая Орланово Яльчикского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В Республике построено уже 206 новых фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих и аварийных. Одним из таких стал ИФАП в деревне Новая Орланово. Здесь не стали заниматься реконструкцией старого здания. Это был счетовой дом, обложенный кирпичом. Но условия, конечно, там желали оставлять лучшего, потому что было холодно, темно. Водоснабжение, водоотведение тоже как-то страдало. Пациенты жаловались, что на ФАПе холодно и нет условий для того, чтобы получать качественную медицинскую помощь. Новый ФАП построили быстро. Теперь у жителей сразу трех деревень – Старая Орланово, Новая Орланово и Шмикеево – появился теплый, светлый пункт, где оказывают первую медицинскую помощь. И хочу передать ключ. Сферический ключ от построенного нового светлого здания получает заведующая ФАП Галина Петровна Александровна. Медицинский кабинет, сметровая, процедурная, туалетная комната, собственная газовая котельная. Все в соответствии с современными стандартами. Я из соседней деревни Старая Орланово. Я когда узнал, что откроется, ну я знал, что здесь строится ФАП. Пришел посмотреть, как там принимается. Это хорошее здание. Мы сюда ходим, буквально. Ну все, болит, все сюда уходит. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию еще четыре новых фельдшерско-акушерских пункта в Канарском и Парецком районах. Планируется строительство трех дополнительных ФАПов в деревнях Малой Арабузи Батревского района, Янымова Ядренского района и Шоркосы Чебоксарского района. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. В Урнарскую школу номер один откроют после затянувшегося ремонта в следующий понедельник. Более 800 учеников наконец-то смогут сесть за свои парты. В сентябре ученики начальных классов вынуждены учиться в старом здании школы. А ребята среднего и старшего звена пока находятся на дистанционном обучении. Педагоги постоянно с ними на связи. Темы, которые не поняты, которые дети хотят послушать учителя, то назначается консультация и к этому времени ребята приходят и проходят как лекционно-методическая тема. Договор с недобросовестным подрядчиком, сорвавшим учебный процесс, был расторгнут. Новая организация планирует завершить работы до 20 октября. Начать уроки в этой школе планируют уже в понедельник. Новая подрядная организация со своими задачами справляется. Работы идут в очень динамичном ритме. На сегодняшний день практически завершен второй этаж. Третий этаж будет завершен практически к началу следующей недели. Одновременно и на кровле работают, и фасадами занимаются, и на всех этажах работы проводится пищеблок. Закончены все плиточные работы. К зданию подведено тепло. Полностью выполнены работы по водоотведению и водоснабжению. Инесса Потапова, Михаил Солин, Республика. Почти тысяча дольщиков. Долгие обещания и нехватка оборотных средств на продолжение строительства. Заветных ключей все еще ждут потенциальные жители столичного микрорайона Кувшинка. Застройщик – компания «Лидер». На кону пять позиций и более 850 семей, которые вложились в долгожданные квадратные метры. Непростая ситуация обсуждалась вчера на встрече с горожанами. Многодетная мама Оксана Чернова в качестве подарка ожидала получить заветные ключи от собственной квартиры. Ждала два года, но планам пока не суждено сбыться. В декабре 2018 года мы в позиции номер 19 по улице микрорайона Кувшинка. Однокомнатную квартиру. Помимо федерального материнского капитала на второго ребенка, еще и третий. Региональный, то есть получается 100 тысяч за третьего ребенка. И учитывая то, что у нас три сына, мы решили этот вопрос таким образом. Пока дом строится, награды с доверия. Тот процент, который возвращается, немножко добавляем, и у нас уже собирается взнос на последующие платежи. Для нас это как-то, независимо от того, что мы живем скромно, казалось посильным. Если бы все в этом случае сработало именно так. Тревогу жильцы стали бить не сразу. Многих устраивал тот факт, что застройщик полностью оплачивал проценты по кредитным договорам за участников долевого строительства, которые по акции награды за доверие оформили ипотеку с целью приобретения квартиры в микрорайоне Кувшинка и в жилом комплексе «Гагарин». Мы ждали, не бомбили, никуда не звонили. К чему верить, к чему готовиться? Сейчас очевидно, что компания на грани банкротства. Речь идет о сумме около 900 миллионов рублей, находящихся неизвестно где. Недостроено пять обещанных позиций. В рамках дела назначены экспертизы, в том числе судебно-строительные. И тот вопрос, который неоднократно здесь звучал, куда делись деньги. Ответ на этот вопрос будет получен экспертным путем. Застройщик в лице директора строительной компании «Лидер» Алексей Лапшин уверяет, что завершить работы можно. Недостающие средства появятся, если продать оставшиеся квартиры. Только их сейчас никто не рискует покупать. К тому же, по словам директора, есть еще активы на 750 миллионов рублей. Вся строительная техника на объектах оценивается еще на 250 миллионов. Впрочем, на встрече застройщик заверил, что четвертую позицию все же сдадут в срок. А по остальным придется еще немного подождать. Я все сделаю для того, чтобы построить эти дома. За этот год мы погасили все кредиты Сбербанки, вывели из подзалога все активы. У нас все, что было заложено, освободили. Мы сейчас занимаемся продажей параллельно. Четвертую позицию мы сдадим в ближайшее время, месяц-полтора максимум. Первую-вторую позицию мы сдадим на второй квартал 2021 года. Если у нас все это случится, то, о чем мы сейчас договариваемся, до конца 2021 года мы все позиции сдадим. Один из неясных моментов. Многие покупали квартиры не только за счет собственных средств, но и в ипотеку, в счет маткапитала. Как быть таким дольщиком? В случае, если маткапитал был использован, он подлежит за счет выплата зачисления банком уже непосредственно пенсионный фонд. Я полагаю, что это специально сделали для того, чтобы восстановить ваши права по получению повторного маткапитала. Что же касается ипотеки, это отношение банка и клиента. Между тем, дольщики разделились на два лагеря. Если одни верят, что застройщику удастся остаться на плаву и завершить обещанное, то другие напротив и еще другие варианты. К примеру, найти инвестора на завершение работ. Инициативная группа даже написала коллективное заявление. Давайте разработаем эту дорожную карту. Давайте попробуем решить еще раз в этом ключе сейчас этот вопрос. И оказывайте, без вашего содействия финансового мы не сможем. В этом вопросе нужен грамотный подход сотрудничества правительства, Минстроя, самого застройщика, администрации города и нас, людей, которые уже вложились. Между тем, время уже не ждет. Инвестора нет. Значит, по закону компания может ожидать банкротства. Нам было принято решение об обращении в федеральный фонд, значит, по инициированию банкротства, обращение от суд по инициированию банкротства данной компании. Разумеется, такое решение принято после оценки текущей ситуации на объектах с учетом мнения дольщиков. Суд 2 ноября. Вопрос о банкротстве данной компании будет рассматривать суд. В этом случае завершение строительства данных объектов будет уже исполнять наш республиканский фонд обманутых дольщиков. Правительство республики держит ситуацию на контроле и находится на постоянной связи с дольщиками. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня проблемы обманутых дольщиков обсуждали и на встрече главы республики с генеральным директором фонда защиты прав дольщиков Владимиром Константиновым. Сейчас в республике 13 проблемных объектов. Олег Николаев поставил задачу по каждому выработать конкретный план действий и ежемесячно предоставлять отчеты. В интересах правительства и дольщиков, чтобы дома были сданы в кратчайшие сроки. К процедуре банкротства надо прибегать в крайних случаях. Правительство гарантирует, что все объекты будут достроены. Если не самими застройщиками с помощью инвесторов, то с участием фонда защиты прав дольщиков и привлечением федеральных средств. Вопрос только в сроках. На очередной 44-й сессии Госсовета Чувашии депутаты рассмотрели 16 законопроектов. Большая часть это приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Подробнее в материале Родиона Архипова. Изменения касаются в основном стратегического планирования и государственной поддержки инвестиционной деятельности, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в республике. Особое внимание здоровью подрастающего поколения и защите их от негативного влияния. Депутаты решили на законодательном уровне усилить эти меры. Те учреждения торговли, где не допускается пребывание детей, а дети у нас это возраст до 18 лет, эти учреждения на входе, на самом видном месте должны вывешивать информацию о том, что тут не должны быть дети. Это предприятия, которые торгуют алкогольными напитками, это кафе, бары, рестораны, где используются также кальяны, спиртное продается, где продаются различные сексуальные, интимные предметы. Это важно и для детей, и для их родителей. Табу коснется и пребывание детей в ночное время на территории юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети интернет. В связи с этим чувашские законодатели предлагают увеличить размер административного штрафа за обнаружение детей на таких объектах. Для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Для юрлиц от 10 до 50 тысяч рублей. В ходе сессии депутаты также одобрили кандидатуру заместителя министра образования и молодежной политики чувашей Алексины Федоровой на должность уполномоченного по правам ребенка в Чувашской республике. Сохранить историю своей страны, своего края для следующих поколений. Эту непростую задачу вот уже 85 лет выполняет Государственный архив современной истории Чувашской республики. Это второе по величине и единственное учреждение региона, где хранятся подлинные документы, свидетельствующие об общественно-политической жизни Чувашии 20-21 веков. Крупнейший региональный госархив обеспечивает сохранность одной трети документов архивного фонда Чувашии. Здесь собраны документы партийных организаций, органов госвласти, общественных объединений. Там же нашли место и для личных фондов выдающихся деятелей республики. Уникальные материалы об образовании и становлении автономии. Документы периода Великой Отечественной войны. На самом старом документе стоит дата 1902 год. На сегодняшний день у нас более 4000 фондов, что составляет более 800 тысяч дел. И вот среди них 73 фонда личного происхождения. Это знаменитых и выдающихся людей нашей Чувашской республики. Среди них могу сказать, что это фонд Андрея Григорьевича Николаева. Вот поступил к нам фонд Элли Юрьева. Это фонд художников Акциновых. Обушевальщицы Ефремовой, политических деятелей, таких как Илья Павлович Прокопьев, ну и многие другие. Чтобы сохранить важные исторические документы, бумажные носители переводят в цифровой вариант. Архив проводит виртуальные выставки. Специалисты постоянно готовят электронные издания, которые находятся в открытом доступе. Очень важно, что Государственный архив современной истории не стоит на месте. Они делают все для того, чтобы современное поколение, чтобы новое поколение лучше знало историю республики. Хорошо знали людей, которые внесли значимый вклад в развитие нашего региона. И они используют современные технологии для того, чтобы привлечь молодых людей к изучению истории. Это и современные интернет-технологии, цифровизация документов, работа именно с людьми. Анатолий Вейкин проработал в Госархиве 25 лет. Тогда были свои сложности. Не хватало специалистов, не было такого интереса к истории. Но это время он вспоминает с большой любовью и считает свою профессию самой важной. Это жизнь. Я жил в архиве, работал в архиве и увлекался архивом. У меня, как историку, это было интересно познавать глубины. Почему так происходило, как происходило. Эта работа, даже его трудно переоценить как-то. Понимаете, это наша жизнь. Вот мы сегодня прожили, а как вот прожили мы эту жизнь? Как? Это ведь столетние, тысячелетние давности. Как вот жили люди? Познавать мы должны, чтобы не повторять те ошибки, которые, скажем, случались в жизни. Они бывают. Когда ты знаешь истину, тут уже никак не испугаешься, не перепутаешься. Поэтому это очень. Архив важно даже. Это наша жизнь с вами. Архив постоянно пополняет свои фонды, в том числе и с помощью жителей республики. В этом году, в юбилейный год как для нашего архива, так и для республики, столетие Чувашской автономии и 75-летие победы в Великой Отечественной войне, госархивом была объявлена акция «Народная память. Сохрани победу». Благодаря этой акции к нам в архив смогли передать и передают жители нашей республики документы своих родственников, участников войны, дружеников тыла. Сегодня загруженность архива составляет более 85%. В следующем году начнется работа по строительству нового хранилища. Ольга Алексеева, Георгий Кривошейн, Сергей Копеев, Республика. В столице республики добавили еще 25 умных остановок. На них стоит печать, одобрена на портале «Открытый город», так как чебоксарцы сами выбрали места. Теперь умных остановок в столице Чувашии более 150. Они показывают время до прибытия общественного транспорта, прогноз погоды и актуальные объявления. Все табло подключены к муниципальной транспортной информационной системе «Умный транспорт». «Время и деньги» – выставка под таким названием открылась в выставочном центре Чувашского национального музея. Она приурочена к 160-летию Банка России. С экспозицией познакомилась Юлия Важенина. Часто использовались для сохранения ценностей разнообразные гроба судники. Часто измеряли достаток благополучия хозяйства количеством имеющихся судов. История существования денег с середины 16 века и до наших дней – секреты производства, подсчета, транспортировки и хранения. Все это показывает экспозиция выставки. Если говорить о теме эволюция денег в целом, то эта тема достаточно сложная и большая. Но, тем не менее, в этой теме присутствует ряд интересных, таких занимательных моментов. Я думаю, что данная выставка будет интересной познавательной любым категориям населения. Два раза в неделю в рамках выставки пройдут мастер-классы, где эксперты покажут и расскажут, чем методы определения подлинности денег на Руси и отличаются от тех, которыми мы пользуемся сейчас. Вот это красное крапление – это у нас защитные баллоны. Если мы посмотрим по инфракрасному излучению, то мы увидим, что присопление имеет. Это тоже один из элементов защиты баллоны. Мастер-класс запомнился больше всего. Очень интересно было увидеть, как это все выглядит в увеличенном виде. Про метки, про то, что мы не видим вообще вооруженных глазом. Мы видим в увеличенном виде, что у нас там оказывается не просто краска, а металлическая краска. Несомненно, есть полезное в этом мероприятии, потому что не всегда ты можешь найти эту информацию в интернете. И если мы придем сюда, то мы больше узнаем об этом. Почему первый рубль называли «солнечник»? Что изображено на первой юбилейной монете? И какое отношение к чеканке монет имеет Исаак Ньютон? Посетители выставки ждет много интересных фактов. Практически все экспонаты выставки оборудованы специальным QR-кодом. Сканировав его, можно узнать более подробно о этой выставке. Вот, например, мы переходим, открывается сайт, и вот мы видим про банковское дело, про рубль. В общем, тут можно узнать более подробно о том, что представлено на этой выставке. Выставка дополнена экспонатами из коллекции Национального музея, а продлится она до середины ноября. Юлия Важенина, Николай Скворцов, Республика. Экскурсии в интересные места – это еще одна возможность расширить свой кругозор. Ученики столичной школы номер 10 готовятся к спелеопоходу в Юрьевскую пещеру в Республике Татарстан. И здесь нужны особые навыки. Начальная туристическая подготовка. Выбор турснаряжения, сбор рюкзаков, вязание узлов, установка палаток. Опытным туристам это ни по чем. А вот школьники вряд ли это умеют. Поэтому к походу готовятся заранее, чтобы избежать неожиданностей. Все же поход в пещеры случается нечасто. Почему спеле? Ну, во-первых, это необычно. Тем более для Чувайской республики у нас естественных пещер нет, к сожалению. И подземелья, они обладают какой-то таинственной притягательностью, магией, необычной. Мало кто может похвастаться, что был в пещерах. А те, кто был в пещерах, они, наоборот, с удовольствием рассказывают об этом. Ребята не просто изучают теорию, проверяют и свои физические возможности. Это очень увлекательно, говорят они. Я считаю, что это очень интересное занятие. Времяпровождение, помимо школы и каких-либо других кружков. Я ни разу не ходила в ни один поход. И мне очень интересно узнать. Такие туристические походы приобретают сейчас особую популярность. Ведь и в нашей стране немало интересных мест, в которых стоит побывать. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Это главные новости четверга, 15 октября. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши.